привет всем приехала домой работы конечно немерено просто полить всех со всеми разобраться пыли тонна не знаю кто кто напылил и напачкал пока нас не было дома в общем очень очень занята но хотелось бы снять показать у нас были дожди а сегодня вот у нас первый день солнышко тепло светло и я быстренько ухватила телефон покажу кто у меня тут распустился на этом окошке что цветет и нового интересного вот в той комнате там все равно вечные сумерки из-за этих кустов под окнами поэтому там все равно когда снимать а вот здесь попыталась я воспользоваться моментом и уловить вот такие яркие моменты чтобы чтобы орхидейки были еще краше в той комнате на полке покажу наверное просто растение по цветам пока не зацвели так у меня тут планируются изменения я как-то что-то психанула я прям по выставляла на продажу некоторые растения вот хочется немножко сократить чтобы было больше воздуха на подоконниках сейчас еще зацветают подростки не все радуют это жизнь у меня есть те кто ждет от меня подарочков вот буду их радовать зацвевшими не по сорту растениями вот и приняла решение попрощаться с некоторыми до люблю у меня красивая коллекция люблю свои орхидейки ну всех не соберешь к сожалению не знаю даже не к сожалению в общем факт просто факт поэтому с кем-то приходится прощаться выбираю в основном вот так вот взяла открыла фотки посмотрела у меня 10 орхидеи одинаковых розовых там без каких-то узоров до долго долго думала выбирала кто же мне ближе все таки ну и там пару жертв выбрала скажем так вот поэтому однотипные орхидеи буду прямо анализировать группами вот и и немножко сокращать потому что много уже много сейчас еще детки подрастают и прям прям тяжело мне что-то придумать у меня все были мысли что я уже буду жить где-нибудь в другом месте в другой квартире там где я уже наконец-то смогу поставить себе какой-то стеллаж красивые но так не случилось война поэтому наши планы конечно но это не самое важное будем живы будут стеллажи будут квартиры все будет она пережить это все вот я вам тут покажу сразу у меня тут маечка видите таким букетом цветет я распустила она еще дорожные свои бутошки очень конечно такая цвет у них это третий раз она дорастила она сбросила только один цветок самый первый вот остальные на все те же такая нежная красиво мне очень нравится ее форма и она видите так переливается красивая нежная орхидейка нравится она мне хорошо что она есть подростках я бы конечно за 10 тысяч взрослую не купила как я с мамой разговаривала на днях говорю мама 10 тысяч это шкаф растение растениям но это шкаф поэтому шкаф он хоть прослужит с растениями непонятно да они конечно радуют мы люди вовлеченные на вот вот такие цены приемлемые сейчас хотя азиаты подорожали но как для таких редкостных и эксклюзивных форм цветения пилоричных форм самое она как бы и дороже чем стандарты но и не заоблачные цены красавица вот такая первая так покажу сразу и разочаровашку что ж что ж только сахар вот немножко соли это не сложившаяся бабочка бриона у нее конечно очень красивая расцветка и посмотрим может она поедет в днепр со мной в гости маме мужа в общем я подумаю еще кого выбрать такие хочется самые интересные какие-то самые неприхотливые и отправить в тот раз я поехала и столько вещей было игрушки и памперсы на в общем кого есть дети знают сколько надо вещей с собой взять на 10 дней и я поставил орхидеи и забыла их с собой взять поэтому в этот раз у меня в планах подарить некоторые сорта вот и вот думаю может ее добавлю красивая она очень она золотая переливается вот скоро откроет еще один бутончик тут вот ну у меня были муки выбора я не знала кого потом оставить бабулетку или бабочку вот моя бабулетка победила я говорю она королевна будет она со мной стандартный цветочек поедет кому-то в гости не знаю к маме к сестричке мужа в общем кому-то заберу так здесь здесь у меня вот новую веточку дал таринушка распускается такой красавец здесь у меня вот мой красавец дракон наверно уже надоело с ним но он цветет не могу не показать все время когда снимаю что-то вижу его время хочется снять он красавчик те кому повезло заиметь его в коллекцию те знают насколько он хорош но у кого еще нет обязательно будет материнские растения не просто так продает значит клонировали детей значит скоро будут дети чуть дешевле в маленьком размере но все возможно всех вырастим вот я мою показывала я тоже покупала малышкой взрослая мне было не по карману это была бы голубая мечта и я дождалась когда их продавали маленькими вот есть видите какой красавицы грубо он тут еще вот доращивал распускает вот новый бутончик у него еще один бутон у меня здесь вот весь в бутонах 3 липс мой красивущий я их такие вот видите посадила вдвоем как я и хотела так чего он тут цветы показывают листья не показывает фокус вот видите мелковат вазончик переживаю если честно я что что им там тесно и корни начнут задыхаться но я буду контролировать я их как-то достала не захотела в больший вазон совать засунула сюда но смотрю что наверное зря мы посмотрим всегда могу вытянуть посадить в больший вазон если друг чего пока их посадила тут вместе и вот по поводу пересортов еще хотела показать вот у меня это такая пятнистая должна быть папочка но подозреваю что какая-то будет типа пульчерим еще один пересорт посмотрим так у меня легата здесь до распустила свои бутончики и я менялась я снимала видео смоки пинка показывала вот сравнила они идентичные 2 оставлять я не буду я сначала хотела их посадить вместе потом думаю чё я жадничать то буду у меня же есть как бы я брала в принципе посмотреть одинаковые не одинаковые а вдруг вдруг они бы разные были мне очень нравится этот сорт вот ну я хотела обменяться ничего интересного они предложили мне девчата скорее всего у кого есть что-то интересное на обмен у них уже есть этот сорт поэтому не предлагали вот и продала я растение это еще там несколько и вот соберу и что-нибудь куплю интересное лучше чем у меня будет два одинаковых сорта вот еще один красавец который я приняла решение что поедет в новый дом скоро не жалею раз так будет я надеюсь его там будут любить у него все будет хорошо вот тоже долго думала бабочка рейнбо у меня распустила дорощенный бутончик дома у них цвета чем-то похожие и я решила решила в общем с с ним попрощаться сниму его покажу он красавец конечно вот занимает много места и выбор сделан скажем так он поедет девочки жить в другую страну в польшу пока он меня еще будет радовать какое-то время и вот ну а потом будем отправлять пересылками новой хозяюшки вот такой красавец цвет конечно цвет форма красавец жаль что нет теплицы жаль что нет еще десяти часов часов дополнительных сутках так бы конечно все бы остались такая гроздь у него красоту вот он такой веточку дал 247 бутонов у него красавчик у меня тут вот вечно цветущая леатора дала новых два цветка и и надо конечно как-нибудь снять оттуда сверху и снять с хорошим светом то и вечно так с денька показываем может люди кто не видел еще бабочку думаю что она не очень-то и красивая но просто ее неудачно снимаю поверьте она красавица там столько красоты и такие цветы у нее огромные в этом году все такая конопатая очень красивое растение еще и ароматная очень и очень не очень удобно снимает но я тут залезла так хочется показать мне эту красавицу это бабочка моя denver пока меня не было на распустила твои свои три бутона я переживала что не какие-то не такие бутоны длинные но мне подписчица написала что не есть такая и действительно она так и формирует бутончики но по факту это бабочка и действительно я рада приехал на тот гроздочкой цветет у нее еще на втором цветоносе есть тоже веточка с отцветлениями и там тоже все все должны быть бабочками потому что на бутоны такие же вот такая красавица покажу вам и еще когда она распустит вторую ветку такая очень-очень красивая она нежная вся такая воздушная обожаю раввина моя распустила новые цветочки старые еще держала когда я приехал у нее еще два бутона уже назрела вот но буквально вчера и позавчера по моему она отсушила один за одним бутоны так ну и следующая любовь любовь невозможная моя тамара видела я этот сорт встречался как баллонья у него прям была маркировка на горшочке вот подписан баллонья вот но когда я ее покупала мне продавец сказала что это тамара и мне нравится это название я думаю у нее просто два имени красота тоже я приехала она открыла почти все бутоны у нее вот только тут один остался бутончик еще закрыты вот так цветет эти какие баблетки бутончики такие какие-то коротенькие иногда они кстати бывают такие похожи на уродцев это думаю что там будет какая-то кракозябра потом когда он дорастает и раскрывается там красивущая бабуле . жалко уже солнышко конечно уходит ничего я вам ее еще обязательно покажу на мылю даже глаза я бы сказала ею потому что такую красоту невозможно не показывать очень не хочется с ним по ей поделиться с вами и добавлю в конце видео я когда была в днепре я может помните рассказывала все время что патрика и своего называю юлианой в честь моей подружечки которой нет уже и она тоже любительница орхидеи было вот когда ее не стала ее все орхидеи переехали жить к ее маме и мне повезло в этот раз заехать к ее маме в гости очень мы хотели проведать и конечно же я зашла там пошла по дому лазить смотреть по подоконникам я видела с улицы что там стоят цветы в летней кухне мама и сказала чтоб я зашла в дом потому что в доме цветет там еще все красивее и я увидела как цветет взрослый сурфсонг ему наверно в домашних условиях я по-моему дарила ей его с мужем когда она начала бороться с онкологией но года четыре он у нее дома точно прожил я вам ставлю видео как он цвел на три цветоноса и вообще как у нее цветут орхидеи это что-то с чем-то конечно а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и такая малышка Little Mary На этом подоконнике из новостей пока все Еще на цветоносах тут Вот я видите на дугу закрутила Это Патрик у меня Вот кто-то отцвел Кто-то растит еще цветоносы В общем сюрпризы еще будут И обязательно вам их Скоро покажу Вот на том подоконнике тоже есть новости Ну а самое интересное мне кажется На полочке Покажу в следующем видео Всем мира, добра И до встречи в новом видео